Паралимпиад Да, да, занимаются ребята, тренируются, да Знаете вы, что такое паралимпиада? Конечно, знаю Знаете вы, что такое паралимпиада? Знаю А как вы считаете, насколько наше место доступно для занятий паралимпийцам? Даже не паралимпийцам, обычным людям не доступно, спортсменам Не уделяется Ну да, Абраменко победил Абраменко – это олимпийц, а сам из паралимпийцей кого-то? Можете назвать? Не, не могу Так, это олимпиада инвалидов, где участвовать? Люди с обмеженными мастерами Так, так Скажите, пожалуйста, почему же тебе назвать, чем кого-то нашим паралимпийцам в Крым? Я не смотрю Какие-то вопросы Как вы считаете, наше место Миколаево, насколько оно доступно для занятий паралимпийцам? Я не знаю, але умов не много Насколько вам доступно для занятий паралимпийцам? Да, в общем-то, есть у нас такие возможности, как плавание, я считаю, можно заниматься Я так рада, что наши спортсмены там одно за другой выигрывают золотые медали Ось так, друзья, узналися, что знают жители нашего міста про паралимпиаду, насколько доступным є наше місто для людей с обмеженими возможностями И сейчас про все это поговорим с нашими ранковыми гостями Тоже, до нашей студии завітала начальник регионального центра «Інваспорт» Тетяна Жуковская Доброго ранку вам! Доброе утро! В першу чергу, хотим познайомить наших глядачей І для тех, кому ця тематика є корисною та актуальною Про работу вашего центра «Інваспорт» Чим він займається? Но наш спорт, наша организация, региональный центр физической культуры инвалидов «Інваспорт» Естественно, занимается физической реабилитацией инвалидов и развитием спорта высших достижений К нашей системе относится детская школа паралимпийского резерва У нас есть такая школа, директор Алла Юрьевна Черевко У нас есть физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов «Виктория» Это, кстати, первый клуб, который был создан в Советском Союзе И он до сих пор существует И прекрасные показания у него есть И Первомайский клуб «Прометей» Вот эти четыре организации, которые занимаются развитием физической культуры и спорта среди инвалидов Систематическими занятиями у нас занимаются 289 человек Это вроде бы как и немного, небольшой показатель Но надо учитывать, что это я говорю систематическими Это значит, они входят в состав спортивных секций Занимаются видами спорта У нас в области культивируется 12 видов спорта И у нас, я вот посмотрела сюжет и удивляюсь, что не знают наших спортсменов Потому что среди наших спортсменов 9 заслуженных мастеров спорта У нас 29 спортсменов, мастеров спорта международного класса И 43 человека, которые вот сейчас готовятся стать мастерами спорта 19 мастеров спорта То есть у нас достаточно развит спорт высших достижений Мы всегда занимаем лидирующие позиции в Украине Именно по этому вопросу И мы гордимся своими паралимпийскими чемпионами И, конечно, наши такие ведущие виды спорта Это плаванье, очень правильно заметили Фехтование, это наши первые паралимпийские чемпионы Настольный теннис, легкая атлетика Тоже всем знаменитые наши чемпионы Но и вот сейчас мы все наблюдаем за выступлением заслуженного мастера спорта Максима Ярового Который, несмотря на то, что мы летний такой вот бесснежный район Занял, стал паралимпийским чемпионом А вот еще мают соответствующие условия наши паралимпийцы Взагалі люди с вадами Люди с обмежными возможностями Заниматься в нашем месте спортивными занятиями Готоваться до паралимпиад, до разных конкурсов, змаганий Вы знаете, что мне кажется, что у нас в области Практически созданы условия для развития спорта среди инвалидов Почему? Потому что мы готовим очень большое количество сборов Проводим для паралимпийской сборной страны Здесь однозначно готовится плавание на базе бассейна водолей Здесь у нас фехтование основное базовое Ребята, у нас есть специализированный зал по настольному теннису Очень хороший Там проводятся не только соревнования для наших ребят с ограниченными возможностями Но также проводятся занятия для всех здоровых спортсменов Потому что это единственный специализированный вот такого вот уровня зал Мы гордимся этим залом И вот фехтовальный зал, тоже вы знаете, что построен сейчас новый фехтовальный зал Но наши фехтовальщики решили остаться в нашем зале Потому что им здесь как-то, ну что ли, уютнее Здесь все как-то сами своими руками сделано Стадион, естественно, доступен для всех Занятия на стадионе Пауэрлифтинг, танцы на колясках Мы сейчас начинаем развивать Конечно, это сложный вид Который требует для того, чтобы был специальный танцпол Но нам идут навстречу И стараемся как-то так И дело в том, что у нас все руководители спортивные понимают, что надо помогать нашим спортсменам И все идут навстречу Еще не было никогда отказа Паня Тетяна, вы безусловно спілкуетесь с нашими спортсменами, паралимпийцами, спортсменами, людьми с обмеженными возможностями Чи были под час тренировок нерекания от них про то, что место для них тяжкое для просувания, что, например, под час своих спортивных соревнований они чувствуют себя комфортнейше, чем обычные люди? Ну, конечно же, эта проблема есть, и скрывать нечего Эта проблема существует Смотрите, водолей даже мы сколько лет там работаем И работает там сборная команда Украины И делаем возможности, чтобы он был доступен Но, тем не менее, сам спуск и подъем в плавательную чашу очень сложно выполняется Сейчас ребята у нас, так как закрыта основная чаша, тренируются в прыжковом бассейне Тогда вообще практически не добраться в коляске Надо два пролета лестницей проходить И ребята выносят на руках тренеры, кто там помогает тренеру Это очень сложно Ну, надеемся, что... Тобто, какие бы хотели все-таки внести изменения, додати, чего не вистачает в нашем месте? За вашим опытом Вы знаете, что вот я не успела сказать Наверное, это надо сказать, что последние два года Я вот замечаю, как на улице у нас значительно изменились тротуары, дорожки Очень много съездов для ребят с ограниченными возможностями И это очень радует Потому что работает у нас такая комитет доступности Которым руководит Ольга Виноградова Она сама в коляске сидит Руслан Бузик, тоже колясочник Он председатель клуба Виктории Такие люди, ну, как вам сказать, не байдузи Неравнодушные абсолютно люди И они мониторят все объекты И так это цепкой, хваткой, как схватятся к нашим руководителям И все-таки добиваются, чтобы устанавливали эти пантусы Делали какие-то работы И мы только приветствуем, что есть такие люди И я вижу, что с каждым днем все, конечно же, лучше Но что греха таить? Мы видим, что нам действительно, вот женщина говорит в другой раз Сложно подняться по ступеням Не все руководители, конечно же, относятся, как положено, должно Эти пантусы, видно, такое чувство, что на них только здоровый человек не поднимется Когда просто устанавливают Я не понимаю таких людей, которые тратят деньги на установку этих пантусов Но этим пантусом никто не воспользуется А ведь это же не только люди с инвалидностью должны пользоваться А и мамы с детьми И вот старые люди, которым уже сложно подниматься по ступенькам Взялись за поручень и поднялся И каждый, наверное, должен думать о том, что скоро это всех нас ждет Вот такое вот ограничение в движениях И надо заботиться и делать все, как получится, как положено по законам Украины Тем более, что у нас есть такие законы, которые запрещают сдавать новое какое-либо здание Без приспособлений для людей с ограниченными возможностями Ваш центр Инваспорт, мабуть, є найпопулярнейшим в нашем месте Потому что действительно выховываете справедливых чемпионов, спортивных чемпионов Яки представляют наше место не только на международном уровне, а на багатонациональном Потому что у каждой страны известны наши миколаевские спортсмены Да, да Как могут юни спортсмены и наши молодь приеднатись до вашего центра Можливо, начать спортивные занятия, возможно, не для больших спортивных достижений, а для поддержки себя в тонусе Для того, чтобы все эти пандусы уже не были для них такой большой проблемой Адже, перемагающи себя на физическом плане, можно перемогти и будь-якие перешкоды Вы абсолютно правы, потому что физические упражнения – это наилучший способ реабилитации и восстановления здоровья И вот у нас есть школа наша, детская спортивная школа Абсолютно по всем, по-моему, телеканалам крутится набор, реклама набора в эту школу И мы ждем детей, школа легкая атлетика развивает такие виды спорта, как легкая атлетика, настольный теннис, борьбу среди глухих спортсменов, среди глухих ребят И хочу сказать, что все, конечно же, зависит от неравнодушия родителей детей с ограниченными возможностями Вот сейчас у нас такой есть Алексей Долгих, который создал группу, вы, наверное, видели, да? Ведь частый гость нашей программы И вот благодаря ему создана группа плавания для детей с ограниченными возможностями Дети два раза в неделю посещают бассейн И в приклубе «Виктория» создано занятие йогой для таких детей Это тоже очень и очень перспективный вид такой, знаете, для реабилитации ребят И мы ждем, но вот я могу сказать наш адрес, могу сказать наш телефон И мы будем очень рады, что к нам обратятся Будь ласка, назвите, и только телефон несколько раз повторю для того, чтобы все встыг записаться Телефон Инваспорта 44 70 54 44 70 54 Мы с удовольствием примем всех желающих заниматься спортом А за какой адресой до МАС можно пройти? Рабочий один Наш адрес, рабочий один Это да, на спасском спуске Тоже, друзья, не втрачайте можливостей, если у ваших знайомих або у ваших рідних Є проблеми, є обмежені можливості, ви маєте змогу повідомити їм про те, що Центр Инваспорт відкриває двері для того, щоб допомагати їм підтримувати здоров'я у фізичному плані на високій планці, а також, можливо, саме вони стануть нашими майбутніми спортивними чемпіонами Ми дякуємо вам за те, що звітали в нашій студії В вашому центру вважаємо тільки процвітання Усім вашим вихованцям вважаємо сили, наснаги, здобутків Дякуємо, що робите таку важливу справу для нашої молоді, для миколаївців Дякуємо